Третья годовщина Подробности недели в эфире. Я Алексей Лихман. Здравствуйте. Три года самым страшным дням на Майдане. И три года все тем же вопросом, кто конкретно убивал и когда же организаторы расстрелов понесут наказание. Кто виноват в том, что приговоры им еще не вынесли. Очень не хочется через год опять говорить об этом. Почему Янукович до сих пор не осужден даже заочно. Но по прошествии трех лет мы вынуждены в очередной раз задавать эти вопросы. И обсуждать эту тему сегодня в программе. Ну а сейчас Майдан. Акции памяти там начались еще вчера. Сегодня с самого утра в центре столицы собираются люди, чтобы вспомнить о тех самых трагических днях. Впрочем, не обошлось и без политики. Пока одни вспоминали небесную сотню, другие успели провести свой митинг. Сегодня на Майдане незалежности работает моя коллега Елена Митясова. У нее узнаем все подробности. Она с нами на связи. Лена, приветствую тебя. Скажи, что сейчас происходит в центре Киева. Много ли людей на площади? И все ли спокойно? Алексей, добрый вечер. В центре Киева сегодня очень многолюдно возложить цветы, зажечь лампадку и почтить память погибших. Сюда на Майдан незалежности, аллею Героев Небесной Сотни, за день пришли тысячи людей. На Майдане ситуация пока спокойная. Есть люди, но были здесь сегодня и политики. Правда, совсем не для того, чтобы почтить память погибших. К примеру, нардепы Семенченко и Поросюк успели у стелы незалежности провести вечер в поддержку блокады Донбасса. После чего пошли на банковую под стену администрации президента. Сейчас есть информация, что там проходят столкновения между активистами и полицией. Но ее мы проверим в течение эфира. Сейчас улицы города усиленно патрулируют 6,5 тысяч правоохранителей. Пока до этой минуты все было тихо, спокойно, без провокаций и скандалов. Но мы видели буквально несколько секунд назад оживление правоохранителей. Тоже выясним, с чем это связано. Также напомню, что основные мероприятия к третьей годовщине революции достоинства запланированы на завтра. Утром состоится панихида по погибшим, а вечером зажгут свечу памяти. Кроме этого, активисты националистических организаций анонсировали масштабные акции протеста. Алексей? Да, действительно, Лена, очень интересно, что сейчас происходит под администрацией президента. Проверь, пожалуйста, информацию. Будут новости. Мы в любую минуту готовы с тобой пообщаться снова. Пока спасибо за работу. Елена Митясова была с нами на связи из центра Киева. Ну, вполне логично, что и на этой неделе правоохранители отчитывались о том, как они стараются довести до конца дела Майдана. Отчеты выглядят солидно. Уже отправлены в суд 142 обвинительных акта против 220 человек. Всего подозреваемых больше 300. Вот только признаны виновными всего 11 человек. И это за три-то года при уже четырех генеральных прокурорах. А что мешает осудить организаторов бойни на Майдане, хотя бы заочно? Мы попытались найти ответ на этот вопрос. Их разыскивает Украина. Подозреваются в госизмене, массовых убийствах, хищении и растрате казенного имущества в особо крупных размерах. Все указанные особи находятся по замережу Украины. И на сегодняшний день госто стоит притягивание при их заложенном рассуджении. История с беглецом президентом и его свитой тянет на остросюжетный детектив. Злодеи изворотливы, а сыщики уж больно нерасторопны. И пока последние ломают голову, как арестовать виновных хотя бы заочно, любители страусов и позолоты активно раздают шедевральное интервью. Что плохого, что я поддерживал? Скажите. Что вы поддерживали? Что я поддерживал этих страусов. Что плохого в этом? Ну они жили там. Да, они просто жили там. Почти все вип-беглецы сейчас осели в России, где вполне неплохо себя чувствуют. Активно гастролируют по федеральным каналам со старыми песнями о главном. Вот, к примеру, экс-глава Нацбанка Сергей Арбузов ведет свой видеоблог. Из безопасного расстояния дает тысяча и один совет, как спасти Украину. Я хотел бы поговорить о перспективах 2017 года. И есть ли у страны перспективы в 2017 году выйти из кризиса? Ситуация более чем абсурдна. Дальше громкие заявления политиков, отчетов прокуроров и шуток о пресс-конференциях Януковича дело не идет. За три года со дня революции достоинства никто не наказан. Даже заочно. Некоторых отказался разыскивать даже Интерпол. Генеральный прокурор Юрій Луценко, вступающий на посаду, обіцяв нам, що в серпні 2016 року економічні справи проти Януковича і його компанії будуть передані до суду. Зараз ми маємо лютий 2017 року. Ці справи досі не пішли до суду. Ані проти Арбузова, ані проти Кліменка, ані проти Курченка. Більше того, ці справи фактично розвалюються і закриваються свідомо Генеральною прокуратурою для того, щоб захистити соратників Януковича від відповідальності і дати їм можливість відкупитися. В прокуратурі действительно не розберіхає, так констатирують і самі прокурори. Діла в рімон Майдана розслідуть одновременно все і в то же время ніхто. Розслідують справи головне слідче управління, військова прокуратура, новостворене управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями і наш департамент спеціальних розслідувань, які між собою не координуються. Відповідно, або можуть по декілька разів одні ті самі слідчі дії проводити, або велику кількість доказів втрачати через те, що відсутній обмін належної інформації. До певного періоду нам і не давали частину проваджень незрозумілих причин стосовно окремих високопосадовців. Дерев'яні щити, строительні каски проти снайперських пуль 18-20 февраля 2014 року – одні з самих трагічних дні в історії современной України. Іменно тоді появилась «Небесная сотня». На скам'є подсудимых сейчас п'ятеро сотрудників «Беркута» і ще 21 в «Бегах», в тому числе екс-командир спецроти Дмитрий Садовник, який віддав приказ відкрити огонь по активистам. І всім позволили убіжати. Що стосується тих справ, які в розшивку, звичайно, тут прогнозів ніякі. Росія не оголошує, тобто, Інтерпол не оголошує їх в міжнародний розшивок, зсилаючись на те, що це по політичних мотивах, хоча тут проти особи, життя і здоров'я злочин, і ніякої політики немає. Проте, коли їх видадуть, чи видадуть, чи не видадуть, ми, звичайно, цього не знаємо. І, несмотря на то, що дело по Беркутовцям слушається регулярно, уже на протяжі двох років точка ще не поставлена. Дуже б хотілося, щоб це було не даремно, але поки таке відчуття, що це даремно. Нічого не змінюється, а люди віддали найдуже своє життя. Хто здійснив кримінал, хто здійснив вбивство, повинен відповідати, безумовно. Але я вірю свято в те, що будуть покарані. Не відповідно. Питання має бути тільки часу. Застопорилось дело із суддями, вносившими неправомерні рішення проти активистів Автомайдана. Із 300 служителів Феміди формально уволили тільки 30. І лише в отноші п'ятерих открыли уголовні дела, які вот-вот можуть закрити по істеченню срока іскової давності. Жодного реального вируку по суддях немає. От по суді Царевич рік тому було передано справа до суду. До даного моменту, по суті, не відбулося жодного засідання абсурд. Доходить до того, що суддів судять самі ж судді, ті самі, ті теж і суддями Майдану. Звичайно, що на якусь об'єктивність чи неопередженість розраховувати тут не можна. А далі більше семеро суддів Майдана зараз претендують на кресло в Высшому суді. На анонимне тестування прийшов і действуючий глава Верховного суда Ярослав Романюк, получивший должність во времена Януковича. Іще він известен тім, що в розгорі еволюції достоінства підтримував диктаторські закони 16 января. Я суддя, я позаполітичними процесами, не втручаюся в політику. І в такий спосіб втягувати себе в політичні процеси шляхом якихось коментарів щодо норм законів, які спрямовлені на врегулювання політичних ситуацій, не вважав і не вважаю заміжданим. Конечно, пролить світ на расследование преступлений на Майдане мог би Международний уголовний суд в Гаагі. Туда уже обратился і генпрокурор, і адвокат, і родственникам Небесной сотні. Якщо преступлений на Майдане там признают злодеяниями против чоловічества, призрачний арест бывших ВИП-чиновників станет реальним. Вот только для этого должна быть политическая воля українських государственних мужей, а не только игра в патриотическую имитацию. Елена Митясова, Богдан Вербицкий, Алексей Шматов і Сергій Коваль. Подробності недели. Телеканал «Интер». На связи с нами Павел Дикань, один із адвокатов Семії Небесной сотні. С ним і обсудим тему. Приветствую вас, Павел. Скажіть, ви верите, що судебні процеси против Януковича і його соратників будуть доведені до конца і всі ці люди получат свої приговори? Я абсолютно убежден, що всі ці судебні процеси будуть доведені до конца. Наскільки можна реальне наказання Януковича в нынешніх условіях, коли він знаходиться на території Росії, к сожалению, зависять не от українських властей, не от українських правоохранительних органів і судебні системи. Але, тим не мене, цю роботу необхідно зробити і нам потрібно збертися на тому, щоб вона була доведена до конца, тобі ж до приговора. Павел, а що відбувається в суді проти рядових убийць-беркутовців? Не виходить ли так, що процес затягнеться настільки, що в тюрму ці люди просто не попадуть? Ну, я убежден, що так не виходить, тому що, во-первых, ці преступлі не мають срока давності по преследованию, во-вторых, потрібно розуміти, що особливості Українського Уголовно-процессуального кодексу не можуть, к сожалению, провести цей процес настільки швидко, наскільки хочеться, безусловно, обществу і нам в тому числе. Ми знаходимося в процесі вже полтора року і до сих пор знаходимося на стадії допроса потерпівших, хоча це, безусловно, крайне важна стадія судебного следствия, але слишком багато потерпівших, і навіть якщо заседання проводиться два разу в неделю, фізично це сложно провести в кроткі сроки. Ну, в якому високі, в отноші цього процесу я убежден, що в 2017 році ми приговор не получимо, просто невозможно буде провести всі необхідні процедури в суді, але на 2018 год можна розсчитувати. Ну, хорошо, по вашій оцінці, якщо цей процес затягивається, то все-таки чого не хватає зараз? Профессіоналізмі чи політичній волі? Я считаю, що в першу чергу не вистачає політичній волі руководителів генпрокуратури і держава, тому що, к сожалению, розслідовування не уделяється должного внимання. Оно уделяється исключительно на словах, з моєї точки зрення, так как количество следователей регулярно меняється, причем не в сторону увеличення. Вот то, що в вашій програмі недавно сказав Сергій Горбатюк, к сожалению, не відповідає дійсності. Ми два роки боролись за те, щоб следствие було сосредоточено в одних руках в цьому році. В цьому році його розсредоточили по нескільки направлінням, і, к сожалению, эффекта от цього немає пока ніякого. Техніческе обеспечення следствия знаходиться на отвратительнішем уровне, не побоюсь цього сказати, тому що вопросы даже техніческого обеспечення, я не говорю о матеріальному обеспеченні следователей, я говорю даже о техніческом, вони, к сожалению, не решени за ці три роки. Павел, спрошу ще о кадрах. Вот ви говорили, що ніякі люди, котрим объявлено подозрення по делам Майдана, продовжують работать в системі нацполиції Министерства внутренних дел. Вот интересно, скільки таких людей, і почему вони до сих пор остаються в системі? Ви знаєте, к сожалению, не змогу вам дати полну статистику. Ми займаємося збором цієї інформації, але у нас є яркі примери, коли проводяться вже судебні процеси, в яких люди являються обвиняемі на завершення преступлений, і при цьому вони приходять на суд со своєї служби, знаходясь там на руководячих должностях уже в національній поліції України, і це то, що вони обвиняються в завершенні преступлений, які в конечному итогі привели к либо ранениям, либо тяжким телесним поврежденням у людей совершенно не... с точки зрения, я так понимаю, міністра внутрішних дел, не мешається їм продолжати свою деятельність в системі національній поліції. С моєї точки зрення, це абсолютно недопустимо. Ну, це просто вопіючі якісь якісь фактами. Спасибо вам за ці ответи. Павел Діканя, адвокат родственників Небесной сотні, був з нами на прямому включенні. Ну, і так, видим, ніхто із окруження Януковича не наказан. Ні за растрелы на Майдані, ні за коррупціонные деяния. Практически нічого не конфисковали і нічого не возвратили в собственность государства. Ну, це і неудивітельно, ведь діла не довели до конца, і обвинительних приговорів попросту нет. Бізнес некоторих одіозних личностей по-прежнему процветає в Україні. Недвижиме імущество или попросту розграбили, или беглые хозяева успели його продати. Показательна історія с символом бувшої власти, Межигорьем. Ровно три года назад некогда самый охраняемий объект страны стал публичним местом. Янукович бежал, а його резиденція стала музеем. Вот только статус Межигоря до сих пор четко не определен. І только сейчас оценили все добро беглеця. А що мешалося делать це раніше? Екскурсія по местам некогда роскошной жизни бывших випів от Йелены Зориной. Они бежали із України, як могли. Я поеду дальше. Кто вывозил добро грузовиками, кто, як в настоящем боєвике, прорывался со стрельбою в аеропорту, а кто тихонько растворился. Но що ж забрати не успели или винуждены були оставити? 10 мільярдів гривен именно в таку суму оценили в Генпрокуратурі преимущества із бывшей резиденції беглеця Януковича. Часть речей на них писало на Крим. Вони не встигли їх звідси вивезти. І та же шкура була в гаражі. Крокодилья шкура – одна із тих вещей, которые должны були уехати вслед за хозяином. І ще много чого. Включи там охоронців вони просто віддали, тому що вони дійсно дуже боялися. Я пам'ятаю, як і вночі вбиралися, і стреляли навіть, заходили, і кожен разу намагалися якось там зробити. Було дуже багато таких моментів, доволі складних, перші два тижні. Брали алкоголь, брали халати, пробували виносити драгоцінні речі. І можливо, навіть щось і комусь вдалося, тому що було дуже важко всіх проконтролювати. Був ли золотий унитаз і ли вместо нього блістящий горшок? Проба стоїть срібно. І хто съєл золотой батон? Нынче популярна шутка в Хонке. Янтарні яблучка, є банани в кольорі золота. Чаша стояла на кухні, і біля неї між стояти той же банан. Лише спустя три роки в Межигор'ї наконец-то провели опість імущества. Совсем недавно под арестом оказались алкогольні запаси Януковича. Це не є золото, це в виде яйця-фаберже. Там шо, вирілка? Так. І вот этот корабль-ресторан, тільки одна люстра в ньом стоїть, як хороша квартира в Києві. 85 тисяч євро. Ожідають ареста і страуси. Диві. 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 Китарні. Диві. 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 Генпрокурора Пшонки, диві. Диві. Выглядит лестница. Разобрали и забрали все. Вот это душевая кабина. Наверняка в ней уже купаться никто не будет. Зато сохранилась вот инструкция, как завязывать галстук. Но, видимо, она вряд ли кому пригодится. В сам особняк тоже не раз наведывались мародеры. Еще два года назад дом выглядел вот так. Теперь здесь нет ни плитки, ни подоконников, ни даже розеток. Только портреты хозяина разбросаны на полу. Они не соблазнили никого из мародеров. Після обшуку мы писали лист на МВС щодо забезпечения возможностей ДСО охороны цього будинка. На жаль, это не произошло. Никто не хотел брать ответственность за это майно. И просто им лучше было, чтобы его там разграбовали полностью, чем ответить за его ценность. Царское село. Элитный район в центре Киева. Земля тут буквально золотая. Несколько сотен тысяч долларов за сотку. Живут здесь звездные эстрады, бывшие футболисты и политики. Здесь же расположен один из домов бывшего премьера Азарова. Не треба скиглитый. В доме, который арестовывали, дважды кипит жизнь. Открыты окна, горит свет, топится камин. Но говорить жильцы не желают. Больше двух лет назад его пытались продать. И жильцы за этой же дверью были разговорчивее. А давно вы его арендуете, этот дом? Давно, еще с лета, наверное. Покупать будем ближайший объект. Такие сделки, уверяют риэлторы, возможны, хоть и рискованы. Для покупателя рискованное. Но если дом арестован, если есть арест на запрет на отчуждение, то без криминала ни один регистратор, ни один нотариус эту сделку не проведет. Аресты имущества беглецов не пугают, уверяют эксперты. Квартиры, дома и деньги на счетах выводят из-под запрета разными методами. Есть и еще один способ начать все с чистого листа. Мне нечего больше добавить. Бывший министр энергетики давно уже не Ставицкий. А Розенберг, гражданин Израиля, может спокойно передвигаться по миру и санкции ему не страшны. В Украине у него тоже немало чего осталось. Вот, например, популярное место Модниц и Толстосумов. Киевский пассаж. Здесь семья Ставицкого занимала целый этаж. Хозяев нет, но консьерж до сих пор журналистов даже на порог не пускает. Подождите, к кому вы идете? Тут Ставицкие живут, скажите. Нет, там никого нет. Елена Зорина, Богдан Вербицкий, Марьяна Бурякова, Вадим Сверидонов и Евгений Каминский. Подробности недели, телеканал Интер. В генпрокуратуре говорят, что в одном только Межигорье имущество на 10 миллиардов гривен. И это ведь не учитывает другие активы, которые принадлежат сбежавшим вип-персонам, в том числе и самому Януковичу. Почему эти активы до сих пор не пополнили украинский бюджет? Обсудим тему с Дмитрием Добродомовым, секретарем антикоррупционного комитета Верховной Рады. Приветствую вас, Дмитрий. Скажите, а как получилось, что дом бывшего генпрокурора Пшонки был просто разграблен? Многие вещи из Межигорье исчезли. Это уже доходит до абсурда просто. Даже золотой батон и тот украли. Когда заходили активисты до Межигорье, за кого втек Янукович, что можно было где-то писать на то, что были отсутствующие правоохранные органы, как такие. Потому что они, в принципе, разбеглись. И все решта, то ось же, что до будинка Тіто Пшонки, что Азарова, это действительно возникает вопрос. Я сам особо сделал несколько заданий. А где эти ценности и их перелик? Певный перелик ценностей есть. Но певный, про который я вспомнил, из Межигорье, они были вкрадены. Я так понимаю, исчезли безусловно, потому что слідчие отверто разводят руками. Меня, например, как депутата, который подал ответственность, вызвали как святка. И первое вопрос, которое мне задал слідчие, а вы уверены, что тот самый золотой ботон вообще был? Я не знаю, как быть уверенными, если его видела вся страна. Больше того, даже колишний сумский губернатор, который его дарил, сам же и вызвал. И давал комментарии с приводу того, чего он сделал, на какой он ваге, на какой он вартости, как сам он дарил. И теперь слідчие задаются вопросом, очень интересным, а что вообще он был. Но если при таком уровне компетентности будут расследоваться эти факты, то это иншее вопрос. Что для того, кто не забезпечив, а это органы МВС, первую очередь, прокуратура давно бы мала распечатать следствие щодо невыконания своих профессиональных обовязков, посадовых обовязков тех, кто на тот час керувал. Начиная от самого министра Авакова, закінчивая его подлеглением. Дмитрий, а вот сами беглые политики всячески пытаются вывести свое имущество из-под арестов и продать. Красноречивые примеры. Азаров, Арбузов, Ставицкий. Экс-министр Присяжнюк умудрился вернуть себе 2 миллиона долларов наличными. Вот не получится ли так, что они все-таки спасут наворованное, а Украине просто ничего не достанется? Мы должны понимать, что все это майно, как мы вспомнили, Ставицкого, Присяжнюка, Атея, Азарова и много других, даже когда они занимались с высокими посадами, в период режима Януковича, они были переписаны, как правило, на их близких родителей. Там Ставицкий, это мама и сестра, мама Присяжнюка, это сестра, там, Азарова и так далее. И, понятно, что так или иначе оно повертается, если им позволяют выводить и отдают окременные объекты нерухомостей, офисные центры, или даже готовки, как было в случае с Присяжнюком, то эти деньги так или иначе повертаются до конецового бенефициара, властника этих денег, то есть самих этих министров и высокопосадовцев. И это не просто так, мы это тоже понимаем прекрасно. Только этого чему-то не понимает прокуратура, которая бы должна на каждый из таких звернений реагировать. А если судья, таки самими коррумповані, выносят эти решения, то мали бы быть апелляции на эти решения. И меня дивует, что этих апелляций не было, но были бы ответственные термени. Я сподіваюся, что нынешний генпрокурор виконує обещанку своего предпринимателя и все-таки проведет службовое расследование, что до саботажа расследования, как злочиней против Майдана, так и саботажа расследования, что до экономических злочиней, в чем очень серьезно отзначился режим Януковича, так и его поплечники, чтобы эти деньги им просто не вертались. А в декого из них и величезная подозра, и мотивована подозра. Ихні бизнесы досі працюють в Украине, приносять им прибуток. Что я взагалі абсурдным, зоглядом на то, что уже пришло три роки с часу розстрілів на Майдане. Ну, главное, чтобы еще через год нам не пришлось обсуждать те же проблемы, наверное, и задавать те же вопросы. Все-таки три года более, чем достаточный срок, чтобы поставить точку в этих делах. Дмитрий Добродомов, народный депутат Украины, отвечал на мои вопросы. Спасибо. И топ-тема этой недели, без сомнения, стала блокада на Донбассе. Активисты перекрыли железнодорожные ветки и несколько автомобильных дорог, чтобы полностью прекратить торговлю через линию фронта. Не пропускают они и вагоны с антрацитным углем, на котором работает половина украинских ТЭС и обеспечивает электроэнергией полстраны. К активистам то ли присоединились, то ли просто организовывают эту блокаду и народные депутаты. Владимир Поросюк, Егор Соболев и Семен Семенченко. Нардепы от самопомочи при этом наиболее активны и красноречивы, особенно в социальных сетях. Даже напрямую обращаются к полиции, мол, если поступит приказ снимать блокаду, подчиняться ему не стоит. Эксперты считают, эти события не случайно совпали с годовщиной расстрелов на Майдане, когда недовольных мобилизовать очень легко. В Кабмине ввели чрезвычайное положение в энергетике, тест перевели на режим жесткой экономии и ручное управление. Пока запасов угля на месяц. И дальше возможно веерное отключение электричества. Есть ли альтернатива донбасскому антрациту? Почему все три года власть ее не искала? И что будет делать сейчас? Обо всем этом в нашей справке. Энергетическая блокада на Донбассе длится уже больше трех недель. Хотя сама угольная эпопея началась гораздо раньше. В Украине 14 ТЭС и ровно половина из них работает на антрацитовом угле. Остальные на газовом. Вот только все антрацитовые шахты находятся за линией фронта, на территории подконтрольной боевика. Сперва украинский Кабмин финансировать терроризм и покупать уголь там отказывался. Была даже попытка импортировать заморское топливо из ЮАР. Но после ее провала правительство придумало компромисс. Покупать антрацитовый уголь на Донбассе как бы нельзя, но если очень надо, то можно. К примеру, покупать юридически у себя. Для этого предприятия продавцы должны быть зарегистрированы на подконтрольной Украине территории. После этого по железным дорогам и поехали поезда, груженные углем. Схема работала до 25 января 2017 года, когда под предводительством народных депутатов началась блокада. Организаторы называют контрабандой и торговлей с врагом фактически любое перемещение товаров через линию фронта. Мы никого не боимся. Мы будем продолжать блокаду, будем ее расширять. Мы начали выставлять посты на автомобильных дорогах. В планах у нас расширение блокады по всей линии соприкосновения со стороной агрессора. Блокада вызвала лавину заявлений и споров. Кто-то называет ее проявлением патриотизма и борьбой с агрессором, кто-то политическими играми с денежным душком. Прошу владу країни не шукати крайнего, а подивитися, что блокада є процессом народного обурення щодо бездіяльності влади и использовать эту энергию быстрее, чем ее может использовать враг для того, чтобы побудовать сильную институционную державу на користь украинского людей. Правительство в своих оценках однозначно. Когда говорится о национальной безопасности нашей страны, когда говорится о том, что люди, которые в селях, должны поддержать нормальное тепло и электроэнергию, нужно размаживать борьбу с контрабандой и размаживать борьбу с украинским народом. О блокаде на этой неделе говорят и на обычном заседании Кабмина, и на экстренном. Перспективу рисуют в темных тонах. Альтернативы донбасскому антрациту пока в Украине нет. Покупать импортный дорого, а переводить ТЭС на газовый уголь – долго. Поэтому в стране может наступить веерный блэкаут. Ближе к апрелю, когда запасы угля иссякнут. Отключения будут происходить только в крайних случаях. И то мы, заздалегите, будем про это информировать. Сейчас так вопрос не стоит. Под возможным ударом семь областей – Харьковская, Днепропетровская, Киевская, Черниговская, Запорожская, Сумская и Черкасская. И половина самой столицы. Кроме того, дефицит антрацита может остановить металлургические предприятия. К примеру, Авдеевский, Коксахим и все заводы Мариуполя. А это удар по экономике. Кроме того, десятки тысяч людей потеряют работу. Да и вообще, энергетическая блокада – прямая угроза территориальной целостности Украины. Об этом говорил президент на внеочередном заседании СНБО перед поездкой в Мюнхен. И призвал ее немедленно прекратить. А в Кабмине обещали постепенно слезть с антрацитовой иглы, на которой Украина спокойно сидит вот уже три года. Немедленно прекратить блокаду поставок угля на Донбассе призвали и на Западе. Эта украинская тема стала одной из немногих, о которой на этой неделе высказались все. И Большая Семерка, и США, и Евросоюз. И даже министр иностранных дел Германии после встречи в нормандском формате в Мюнхене особо подчеркнул, что блокада должна быть снята, поскольку и эта цитата, она вредит обеим сторонам. И той, которая экспортирует уголь, и тем, кто нуждается в электроэнергии. Ну так вот, насколько блокада вредит нам, той части Украины, которая может остаться в результате без электричества, обсудим с министром энергетики и угольной промышленности Украины Игорем Насаликом. Здравствуйте, Игорь, спасибо, что пришли. Вы в эти дни, конечно, на расхват на телевидении. Скажите, пожалуйста, по состоянию на сегодня, можно ли назвать ситуацию в украинской энергетике критической? Угроза отключения электричества сохраняется на сегодняшний день или нет? Сберегается, но я должен сказать, что не критичная ситуация. То, что ввел Кабинет Министров Украины на обычные заходы, оно дало свой результат. В частности, мы уменьшили споживание 30 группы в уголе 40 тысяч тонн до 19. Мы увеличили вклад атомной промышленности до 62%, я хочу на этом огласить, что дает возможность стабилизовать работу объединенной энергосистемы. Как говорят, угля осталось в ней на 40. Это правда? Подивите, методика формирования складов на тепловых станциях предпочитает 25 дней работы в автономном режиме. Блокада уже 25 дней. По лозициям у нас уже должны были быть веерные отключения. Но их не было. Потому что министерство строило работу так, что мы в сечне месяце при Министерстве температуре не только не уменьшили склады, а их увеличили. И это дает запас потужности. Хорошо, но политики, которые сегодня выступали на Майдане независимости, те, которые участвуют в блокаде, говорили, что прекращать блокаду они не собираются. Если это протянется достаточно долго, на сколько нас хватит запасов? По-разному, на разных станциях, но мы можем говорить, что на одних станциях это может быть 45-50 дней, на других станциях это может быть 12-15 дней. Но самое интересное, что это не только генерация электроэнергии, а это и тепло в доме. И целый ряд тех ТЭЦ, которые работают и на тепло в том числе, они под загрозой подачи тепла. До лета мы сможем дожить без отключения? Если блокада будет длиться до лета, например. Я не могу сказать эти данные, потому что будет много зависеть от диверсификации поставщика антрацитовой группы в уголе. Хорошо, что делать тем людям, для которых добыча этого угля была фактически единственным способом для выживания? Ведь по ту сторону военного конфликта остаются все-таки украинцы. Что будет с украинской энергетикой? Кто-то уже просчитывал. Могу взять простой пример. Город Мариуполь. Если не будет получать топливо, остановятся градообразующие предприятия. Десятки тысяч человек могут остаться без... Думают ли об этом, кстати, политики, которые участвуют в блокаде? И готовы ли они нести политическую ответственность? Я вам спрошу задачу, и я не буду анализовать, давать политическую оценку, скажем, в блокаде. Я могу сказать чітко про наслідки. Наслідок первый. Это то, что объединенная нейросистема Украина поставлена под загрозу. И диверсифицировать, значит, нам требует уголь. Если быстро, то купить в Кузбассе вдвече дорожче. И платить, извиняюсь, шахтарям российским и в бюджет России. Другая позиция, что мы полностью снищиваем свою экспортную складовую. Порядка на 2 миллиарда долларов. Что, соответственно, тиснет на курс. И третье, снищается 300 тысяч рабочих мест на той и на другой стороне. Вот это подсумованный результат такой блокады для нашей экономики. Ну то, что ситуация, в общем-то, непростая, говорят и последние решения и СНБУ, и указ президента. Из-за блокады президент ввел в действие решение Совета нацбезопасности о неотложенных мерах по нейтрализации угроз энергобезопасности и усилению защиты критически важной инфраструктуры. Что это значит? МВД, СБУ и Нацгвардия должны обеспечить общественный порядок в зоне АТО. Взять под охрану путепроводы, объекты газа и электроснабжения и обеспечить их бесперебойную работу. Кроме того, Кабмин должен в срочном порядке искать новые источники поставки угля и сформировать достаточный резерв топлива. Игорь, скажите, а государство вообще готовилось к этой возможной блокаде? Разве, ну вот смотрите, после почти трех лет военных действий на Востоке, разве не очевидно было предположить, что блокада эта может возникнуть в любой момент, например, со стороны боевиков? А для этого кто-то этим занимался, этими проблемами? Вы, в общем-то, еще меньше года. Правительство Яценюка, какое наследство вам оставило в сфере энергетики? Ну, я не хочу говорить, я вам скажу, що ми двічі проходили опалювальний сезон. Перший у нас опалювальний сезон був з травня до серпня, коли в связи с тем, что працювало только 9 атомных блоков, навантажение на тепловые генерации было на 20% больше, чем в зимовый период 2015-2016 года. Мало того, я должен вам сказать, что мы заместили миллиард 250 миллионов кубометров газа дорогого российского, самим в угилле. Если бы не замещение этого, скажем, частины этого газа, то мы еще бы меньше використовывали. Вы говорите, что рассматривается вариант покупки угля в Кузбассе, да? Ну, это как швидкий вариант. Блокадщики сегодня сказали, что они хотят перекрыть всю торговлю с Россией. Посмотрите, всю торговлю они не могут перекрыть, потому что... Хорошо, другой вопрос. Почему удалось избавиться слезть с газовой иглы российской, с российского газа, да? Почему так сложно идет процесс с замещением угля с оккупированных территорий? А я вам... Вы знаете, вот очень много идет разговор о Роттердам-плюсе. И вот Роттердам-плюс мав решить... Кстати, формула действует, еще не глядя только не глядя. И она мала как раз развязать вопрос диверсификации угля. Развязала она? Ни. И вот сегодня, когда очень много политиков как раз говорят про Роттердам-плюс, я пропоную вашим глядачам розвязать это вопрос за 30 секунд, не выходя из хата. Для этого нужно сделать три вещи. Первое. Открыть речь. Открыть сайт Министерства и посмотреть на ТЕСах, а по какой цене реализуется вугилля на тепловых станциях. Чтобы не шукали, я вам скажу, эта цифра складывает 1730 гривен. Потом открыть IP2, так называемую биржу, или Ричард Бэй в Певденной Африции. Это просто открыть и посмотреть, какая там цена, добавить 20% до доставки, и посмотреть, сколько будет вугилля, когда мы диверсифицируем. Это будет 3000 гривен. И после этого посмотреть, а по какой цене НКРЄКП реализует электроэнергию, враховывая, что это будет 1730 гривен. Поэтому, почему сразу стоит вопрос, почему мы не диверсифицировали? Потому что, если, скажем, в месяц используется 40 миллионов 200 тысяч тонн 30-ой группы, и нужно дополнительно заплатить 1300 гривен, то это полтора миллиарда гривен, которые приватные предприятия, то должны пойти себе в сбытки. Хорошо, только ли здесь вопрос в экономике, мы поговорим с вами через несколько минут, обещаю. Но вот сейчас немного на ту же тему. Судя по выступлениям депутатов Семенченко и Поросюка, сегодня на Майдане снимать блокаду никто не собирается. Более того, активисты призывают всех к ним присоединяться, а в планах у них перекрыть все пути, которые ведут через линию фронта. Сколько дорог уже заблокировано? Сколько свободны? Посмотрите далее. Семенченко и Поросюка именно Мариуполь-Волноваха – последний путь, по которому везут антрацит в Украину. По информации самих активистов, за все время блокады они не пропустили около 600 поездов. А это несколько сотен тысяч тонн угля, которые не доехали до украинских ТЭС. Убытки подсчитывают и в Укрзалезнице. Это больше 50 миллионов гривен. Кроме того, блокировщики захватили три локомотива и больше сотни вагонов. По факту блокирования железнодорожных путей в Донецкой области открыто 4 уголовных производства. И санкции статей предусматривают до трех лет лишения свободы. Игорь, сейчас будет сложный и неприятный вопрос, но я попрошу вас ответить на него максимально откровенно. Скажите, как так получилось, что боевики, вот сами боевики не препятствовали вот такому обмену товаров через линию фронта? От тех товаров, от которых зависит напрямую украинская энергетика, металлургия. Почему? Звучат обвинения в том, что боевики на самом деле вдоль. Ну, неправда. Боевики зупинили нам поставку антрацитовой группы вугилля в травне-червне минулого року, когда мы сидели на минимальной потужности атомных блоков. И 45 дней... Важнее, это зимой получать? Нет. Тогда у нас тоже была непроста ситуация, поскольку у нас навантажение на тепловую генерацию было на 20%, я уже говорил, это выше, чем в зимовый период. Они заблоковали только с одной умовой, перерегиструвать эти предприятия на территории так званой ДНР, ЛНР. Хорошо, а вам не кажется, что странным тот факт? И вы заметите, что мы даже не выходили тогда, мы даже не рассматривали такую возможность. Хорошо, а как вы тогда прокомментируете тот факт, что боевики оставили нетронутыми все железнодорожные пути, которые как раз поставляют вот этот вот уголь. Авдеевку, когда бомбили, бомбили не только как Сахим, да, бомбили даже жилые районы. Здесь нетронутая уже три года прокритической войны, нетронутая территория, ни один снаряд туда не упал. Вы знаете, что я спростую вот эту, скажем, вашу фразу, оскільки каждый месяц по 3-4 раза взрывались линии перехода по поставке антрацитовой группы в уголе. Игорь, как могут боевики бомбить, мы знаем, заменить 10 метров полотна, это не те повреждения, после которых, ну, я вам скажу, что доставка груза. Ну, я вам скажу, что деякие переходы відновлювались по 2-2,5 месяца. И це робилось з допомогою Кразминських угод. Понятно. Спасибо вам за этот диалог. Игорь Насалик, министр энергетики и угольной промышленности Украины, был нашим гостем. Спасибо вам большое. Дякую вам. Ну, а мы с вами продолжим. Еще одна тема, которая оказалась напрямую связана с блокадой. Это оружие. Новости о преступлениях с применением огнестрела стали уже обыденностью для Украины, как и сообщения о найденных незаконных арсеналах. А на этой неделе в спорах о блокаде оружие стало еще одним аргументом. Нардеп Поросюк призвал активистов использовать оружие в том случае, если силовики попытаются разблокировать дороги. А вот в Харькове дошло до перестрелки. Один человек ранен, девять задержаны. Даже министру внутренних делов Сяновакову, который не комментирует перестрелки, даже когда в них гибнут полицейские, как в княжичах, тут пришлось вмешаться. Нельзя бегать по жилым кварталам Харькова с оружием и доказывать всем свою крутизну. Дословно это написал министр у себя в Фейсбуке. Тут, конечно, интересно, почему в Харькове нельзя, если по всей стране можно. Или монополия власти на насилие у нас уже действует не везде. Руслан Смещук продолжит тему. В Харьков, пятничный вечер, в тихом спальном районе Алексеевка. Две группы мужчин. Одни с шевронами батальона Донбасс, другие из Харьковского объединения, Схидный корпус. Все вооружены. В какой-то момент начинается стрельба. Тяжелое ранение получает один из участников. Дуже важкий у него стан. Он перенес несколько операций. В целом они не дали около 8 часов. Сразу появилась информация. Ветераны Добрабатов пострелялись из-за блокады на Донбассе. Но позже полиция назовет другую, официальную версию. Причиной конфликта является сугубо бытовая и не имеет никакого отношения к каким-либо политическим течениям. Бытовые конфликты, политические споры, бандитские разборки или личные мотивы. И везде, как аргумент, автомат или граната, выяснять отношения с оружием в руках становится привычным делом. Вы что, дебилы, наделали? Ты куда приехал? Ты куда, дебилы, приехал? Гранаты! Что? Давай гранаты! Сюжеты некоторых историй и вовсе Тарантиновщина. Вот только происходит она не в кино, а в реальной жизни. Руки откроют! Руки откроют! Руки откроют! Что такое? Что такое? Вы пришли? Вы пришли? Я не успею! Тернопольская область. Мужчина, узнав, что его гражданская жена живет с другим, бросает гранату в дом, потом из ружья ранит соперника, захватывает в заложники родственника и баррикадируется в доме. Когда спецназ начинает штурм, подрывает гранату. И подобных историй тысячи каждый день появляются сообщения об изъятии незаконных арсеналов. И при этом каждый день сообщают о стрельбе и взрывах. Мирная Украина буквально наводнена оружием. Если где-то сейчас прольется кровь, начнется противостояние, то это может вылиться в масштабные перестрелки по всей стране. Потому что даже по оценкам СБУ, сейчас на руках порядка 4,5-5 миллионов, цифра, миллионов, мы говорим, да, стрелкового вооружения. Подобные цифры дают иностранные эксперты. Оружейный ящик Пандоры открыла война. С началом АТО в мирные регионы Украины хлынули потоки нелегального оружия. Кто-то везет его как трофей, кто-то как товар. Купить ствол или взрывчатку сейчас не проблема. Все свободно продается в интернете. И проконтролировать это крайне сложно. Также в свободном доступе и прайсы черного рынка. Вот это стартовые цены в зоне АТО. Гранату F1 от 200 гривен. Гранатомет, так называемая муха, от 1000. Пистолет Макарова от 150 долларов. Автомат Калашникова можно сторговать за 300 долларов. Обесценилась и человеческая жизнь усугубляет ситуацию готовность людей оружие применить. В течение последних нескольких лет в связи с такими обстоятельствами, в которых наша страна оказалась, стоимость человеческой жизни, скажем так, критически упала. В лихие 90-е, с которыми так часто сравнивают наше время, Владислав Сердюк работал в Одесском угрозыске. Говорит, сейчас бандиты стреляют реже. По сравнению с тем же периодом 90-го года, ситуация сейчас, ну, в этом плане намного лучше. Тогда в неделю в городе было по 3-4 бандитские стрелки, которые заканчивались трупами. Но проблема в том, что растет количество бытовых преступлений с применением огнестрелов или гранат. Все чаще не бандиты, а обычные люди берутся за оружие. Их однозначно стало больше до початку боевых действий, до початки этих-всих ходий. Ну, у нас в Киевской области практически не было такого, чтобы здесь выкористовывались такие выбуховые пристражи, как гранаты. Что же делать с огромным серым арсеналом, правоохранители не знают. В год изымают тысячи единиц, а на руках остаются миллионы. Скою на злочинях и с застосованием, видите, зареистрованных заболеваний. Это 11 месяцев прошлого года. 64. Понимаете, что это значит? Туда входят небережные положения, все на свете. Это означает, что не выкористовывается зареистрованных заболеваний в частности злочин. Все чаще возникают споры, нужно ли легализировать оружие. Сторонники уверены, это даст возможность контроля. Противники парируют. Во время войны легализация только усугубит криминогенную ситуацию. А пока ситуация опущена на самотек. И оружия в стране точно не становится меньше. И нет гарантии, что в соседней с вами квартире сосед не держит взрывоопасный арсенал. Или у рядом сидящего парня в метро не лежит в кармане боевая граната. Руслан Смещук, Богдан Савруцкий, Светлана Шекера, Александр Яновский, Андрей Анастасов и Игорь Михоношин. Подробности недели в телеканал Интер. Еще одна тема, о которой важно поговорить в контексте этой блокады поставок через линию фронта. Украинские металлурги могут потерять до 2 миллиардов долларов выручки, если обмен товарами через линию фронта не возобновится. А как это отразится на курсе гривни? И правы ли те эксперты, которые заявляют, что гривна теперь может упасть? Мы спросили об этом у замглавы Нацбанка. Ответ вы услышите во второй части программы. И продолжим следить за ситуацией в центре Киева. Действительно ли может дойти до драк в такой день, как сегодня? Через все это через 10 минут рекламы. Это подробности недели. Мы продолжаем. Ну что ж, похоже, блокада с Донбасса пробует переместиться в столицу. Есть новости уже и о первых задержаниях в Киеве после столкновений с полицией. Эпицентр событий Банковая. Там митинговали сторонники блокады под предводительством нардепов Парасюка, Семенченко и Соболева. Они пытались установить палатки возле администрации президента. Чем все это закончилось? И правда ли, что пострадавших уже как минимум 10 человек, а задержано пятеро? Все узнаем у моей коллеги Елены Митясовой. Она сейчас в центре Киева и выходит с нами напрямую связь. Лена, скажи, что происходит в столице? Сколько человек пострадало все-таки в результате этих потасовок? Алексей, ну у нас есть информация как минимум о 10 пострадавших. Ситуацию в центре столицы действительно спокойно и сейчас сложно назвать. На Банковой произошло столкновение между сторонниками блокады Донбасса с правоохранителями. Протестующие хотели пронести на территорию администрации президента железные конструкции палаток. Чем помешали правоохранители? Из-за этого, в принципе, и завязался конфликт. Сейчас протестующих... Прошу прощения, также есть информация о задержанных. Их несколько человек, среди которых лидер ООН Коханевский. Также сейчас протестующие расходятся, их здесь на Банковой не так уж много. Но группы некоторых людей, которые ходят от Банковой до Майдана, мы все-таки заметили. На Европейской площади группа людей с флагами, черно-красными флагами пытались прорвать кордон полиции. Использовали домовые шашки. В принципе, там нескольких протестующих задержали. Пока мы следим за ситуацией, будем вас информировать дальше. Елена Митясова была с нами на прямой связи из центра столицы. Елена, спасибо тебе огромное за работу. Будь, пожалуйста, осторожнее. Но мы будем готовы включить тебя в прямой эфир еще раз, если вдруг произойдет еще что-то серьезное. Пока продолжим выпуск. На фронте снова обострение. Боевики обстреливают всю линию фронта. Но самая тяжелая ситуация возле Авдеевки. Там ночью целых семь часов шел непрерывный бой. Атаковать боевики начали сразу после полуночи. Они накрывали минометным огнем позиции наших военных. Потом перешли в открытое наступление. При поддержке российских танков. Но прорвать оборону им не удалось. По окраинам Авдеевки боевики выпустили более 300 мин и около 70 танковых снарядов. Из-за обстрела линии электропередач город снова был обесточен. Кроме того, повреждена железная дорога. Фактически всю эту неделю Авдеевка снова была под прицелом врага. Огнем накрывали жилые кварталы. Есть раненые среди мирного населения. И им при этом в Авдеевке до сих пор остаются тысячи жителей. Как и во всех других прифронтовых селах. Фактически они живут на линии огня. А еще есть так называемые серые населенные пункты, которые не подконтрольны никому. Как там выживают люди? В одном из таких серых сел в Катериновке побывал наш Ярослав Кречко. Они не там и не здесь. Десятки населенных пунктов на Донбассе между двух огней. Нас тут, как считают, над серой зоной. Я не знаю, серая, не серая. У меня все равно домой езжут. Где-то остались только заброшенные дома. А где-то живут люди, несмотря ни на что. Ну, человек 300 нас тут живет. Может, тут чуть-чуть больше, меньше. У нас не было здесь ни тех, ни других. Мы жили, как бы, ну, война нас не сильно касалась. Крайние украинские позиции остались у нас за спиной. Дорога налево ведет прямо на блокпост боевиков. Мы же сейчас въехали в нейтральное серое село Катериновка. На улице ни души. Мы едем к магазину. Главному месту встречи односельчан. Десять утра, но лавка уже на замке. Я иду с магазина, я работаю в магазине. А он уже закрыт? Да, я закрылся уже. Там холодно просто. И хлеб люди разобрали, больше никого нет. Валентина работала здесь продавцом еще до войны. Она соглашается открыть магазин специально для нас. А хлеб как часто привозят? Хлеб нам привозят через день с попастой. В самой лавке ассортимент обычного сельмага. Дефицита продуктов нет, уверяет Валентина. Здесь другая проблема. Мы ограничены во времени. Например, у нас блокпост работает с 7 утра. На данный момент до 6 вечера. Меня Ярослав зовут? Павел. Павел. Павел, в школе учишься? В технике учусь. В технике. А сколько лет? 16. Паша будущий автомеханик. На выходные приехал в родную Катериновку. Он и еще несколько школьников серого села живет и учится в Лисичанске. Тут школьный автобус ездил, мы туда ездили. А как война началась, мы уехали сюда. На старт. Увага. Марш. 189 учеников. Все 11 классов. Это школа-поселка Новолуганское. Совсем недавно он тоже был в серой зоне. Звучайно украинская школа. Можно, чтобы мы пошли с первой зоной. Роинз был обмежен до нас. Сейчас ограничения сняли в поселке украинские военные. У нас Украина. Артемовский район у нас. Артемовская Украина, и мы еще Украина. Эти кадры мы сняли ровно два года назад возле здания сельсовета. В серой зоне село оказалось после боев за Дебальцево. Украинский флаг на здании Новолуганского сельсовета уже почти два месяца. В декабре населенный пункт под юрисдикцию Украины вернули военнослужащие батальона «Донбасс-Украина». Я думаю, что местные жители сейчас довольны. Недовольны быть только те участники коррупционной схемы, которые были задействованы в контрабанде или незаконном переобещении товаров. Для обычных жителей там нормальная жизнь. За два года в так называемом нейтральном статусе Новолуганское стало символом контрабанды всевозможных товаров на оккупированную территорию. Сейчас канал перекрыт. А в местных магазинах и тогда, и сейчас продуктов в избытке. А вот родственники Василия Федоровича из Серой Катериновки остались по ту сторону линии разграничения в Первомайске. По прямой до поселка всего 5 километров, но ближайший пункт пропуска на оккупированную территорию в сотни километров от села. Там же квартира осталась, гараж, ну все, короче. То, что наживалось, на старости пожили. Вот пожили, видите, как пожили. Пенсии и гуманитарная помощь – то, за счет чего выживают жители не только серых, но и всех прифронтовых населенных пунктов. Многие покинули родные дома, а те, кто остался, говорят, успели привыкнуть ко всему, лишь бы не стреляли. Ярослав Кречко, Вадим Ревун и Игорь Щепет. Подробности недели, телеканал Интер. Привыкать теперь придется еще к одному новшеству. Владимир Путин в субботу подписал указ о признании на территории России документов, выданных боевиками. Формулировка в указе довольно лаконичная. Документы, выданные фактически действующими органами в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. На практике же это означает признание в России и липовых паспортов, ДНР и ЛНР, и всего массива документов, которые печатаются там уже более двух лет, вплоть до свидетельств об образовании. Интересно, что новость об этом появилась буквально в последние минуты встречи министров иностранных дел нормандской четверки. И наблюдатели сразу же оценили ее как жест в ответ на все те заявления, которые прозвучали в Германии на Мюнхенской конференции. Впрочем, сами представители России говорят, что все это ответ на многочисленные блокады на Донбассе. На Мюнхенской конференции побывала и моя коллега Татьяна Лагунова. Она сейчас на связи с нашей студией. Тань, приветствую тебя. Скажи, как в Мюнхене отреагировали вот на эту новость об указе Путина? И есть ли какие-то результаты встречи в нормандском формате? Потому что вот по новостям здесь, в Украине, можно сказать только то, что стороны снова договорились договариваться. Алексей, эта новость застала всех врасплох. Показательно даже то, что о подписанном указе не знали министру иностранных дел нормандской четверки, которые в это самое время проводили переговоры в Мюнхене. Ну, скажем так, не в курсе были как минимум трое представителей Германии, Франции и Украины. Говорят, что сообщения они получили буквально в последние минуты встречи, когда включили мобильные телефоны. Вот что рассказал журналистам Павел Климкин. Если встреча произошла раньше, когда мы получили информацию о указе президента России, тогда бы, конечно, я совсем по-другому зареагировал не только на это высказывание, а на то, что делается, поскольку это логика святой эскалации. Что касается самой встречи, то она продолжалась больше часа. На переговорах дебютировал новый главный дипломат Германии Зигмар Габриэль. Говорят, он очень хотел, чтобы его первый нормандский квартет не закончился безрезультатно, поэтому по итогам встречи Германия и Франция озвучили такие тезисы. Договорились не расширять формат за счет США и соблюдать режим прекращения огня. Все стороны должны использовать свое влияние для имплементации соглашения контактной группы о прекращении огня с 20 февраля. И для того, чтобы отвести тяжелое вооружение, об этом давно договорено, но так и не сделано. Мы снова встретимся через несколько недель, чтобы начать подготовку к работе над политическим процессом. Это будет самая тяжелая задача. Но без прекращения огня и отвода тяжелых вооружений этот процесс запустить нельзя. В общем, если суммировать, то получается, от Минска Европа отказываться не хочет. Минский процесс будет продолжаться, но вот как именно, пока непонятно. Скорее всего, в свете последних новостей, теперь политикам придется вырабатывать новую линию. Алексей? Тань, наверняка в Германии сейчас подводят итоги дискуссии и встреч на Минске конференции. Вот интересно, как комментируют работу украинской делегации? Это было не простое, не просто дежурное присутствие? Алексей, дежурным участие Украины в Минхенской конференции назвать точно нельзя. Была все та же нормандская четверка, которой, несмотря на отсутствие прогресса, много писали европейские журналисты. У президента Украины тоже были важные встречи с генсеком НАТО, президентом Польши, канцером Германии и вице-президентом США. И встреча с Майком Пенсом, с которым в Мюнхене хотели познакомиться многие лидеры, была, по сути, самым важным пунктом программы. Еще раз получил сильный сигнал о том, что Соединенные Штаты есть с Украиной, что новая администрация Соединенных Штатов Украины для них находится среди первых приоритетов, что вопросы Крыма и решительные борьбы за освобождение Крыма также остаются среди приоритетов. Никакие вопросы за спиной Украины решаются, не планируются и не будут. В этом году в Мюнхене впервые провели уже традиционный для Давосского форума украинский ланч. Его организовала ялтинская европейская стратегия Виктора Пинчука. И так же, как и в Давосе, на ланч были приглашены как действующие, так и отставные европейские политики. В Мюнхен кроме официальных лиц приехали также депутаты, эксперты, журналисты. В общем, можно сказать, что конференция была результативной, но, конечно, главным ньюсмейкером конференции Украина не была, и это объяснимо. В Европе сейчас больше озабочены собственными проблемами, они есть, их немало. Это миграционный кризис, отношения с новой американской администрацией, все те же выборы в Германии и Франции. Так что для того, чтобы оставаться в топе повестки дня, Украина должна давать поводы и желательно хорошие. Алексей? Спасибо. Наш специальный корреспондент в Германии Татьяна Лагунова была с нами на связи. За Мюнхенской конференцией вообще в этом году наблюдали без преувеличения во всем мире. Еще и потому, что в ней принял участие новый вице-президент США Майк Пенс. До этой конференции было очень много опасений и у политиков, и у экспертов в Европе. Мол, США могут исключить из своих приоритетов европейские дела, а главное, понизить роль НАТО. До сих пор Альянс, пожалуй, главный фактор поддержания стабильности и безопасности в Европе и Северной Атлантике. И это, как опасались многие, вполне может измениться. Дмитрий Анопченко сейчас на связи со студией. У него и узнаем, каким стал этот дебют вице-президента в Европе. Дима, я тебя приветствую. Скажи, так все-таки удалось американскому вице-президенту снять все те опасения в Европе, которые были вызваны иногда противоречивыми достаточно заявлениями Трампа? Коллега, этого не случилось, но я в принципе не стал бы ставить так вопрос, потому что никто и не рассчитывал, что это произойдет. Дело в том, что слишком много уж этих противоречий, этих громких заявлений, которые были сделаны президентом Трампом или кандидатом Трампом. И слишком уж их много, этих опасений, которые сейчас накопились. Ну вот, к примеру, если мы говорим о НАТО. Все помнят громкое заявление, на всех передовицах было, Трамп заявлял о том, что НАТО устарело. И сейчас в Мюнхене вице-президенту Пенсу пришлось успокаивать партнеров по Альянсу. Говорить, мол, обращается он не только от своего имени, но и от имени президента Америки. И уверяет, что для Вашингтона важно НАТО. Вашингтон по-прежнему привержен Альянсу. И для Вашингтона важна и дружба с Европой, и Североатлантический Альянс. При этом особых поводов для такого спокойствия Пенс же все равно не дал. Только потому, что в этом же выступлении очень прагматично сказал о том, что Вашингтон больше не может в одиночку финансировать Альянсы. Что если страны, которые в него входят, хотят этой самой коллективной безопасности, они тоже должны раскошелиться. Ведь сейчас только пять государств тратят столько, сколько нужно. Ну и вот еще один месседж возьмем, еще одно опасение, мол, политика новой администрации будет пророссийской. Было это и в Фейсбуке, явно все читали, было это и на передовицах. Давайте посмотрим на выступление вице-президента Пенса. С одной стороны, он действительно очень четко сказал, что Россия должна выполнять минские договоренности. Очень четко сказал, что Россия должна нести ответственность за свои действия в Украине. Вот это прямая цитата, и цитата очень важная, только потому, что все помнят риторику Москвы. Кремль не раз заявлял, что не является стороной конфликта. И вот сейчас американский вице-президент очень четко, без лишней дипломатичности, скажем так, назвал все своими именами. Что касается Украины, мы должны привлечь Россию к ответственности и требовать, чтобы она уважала минские соглашения, начиная с деэскалации насилия на востоке Украины. И мы будем настаивать на том, даже несмотря на поиски нового общего языка, который, как считает президент Трамп, можно найти. Но с другой стороны, если возьмутся сейчас многочисленные фейсбучные активисты, судить вот зрада это или перемога, на самом деле не то и не то, потому что речь вице-президента длилась порядка 30 минут, и вот из этих 30 минут России и Украине он уделил только один этот абзац, о котором я сейчас сказал. Все остальное время он говорил о проблемах, которые важны для самой Америки, ну вот в частности о кибер-угрозах, о кибер-терроризме. И когда слушаешь это выступление вице-президента на Мюнхенской конференции, когда следишь за тем, что здесь в Америке происходит, создается впечатление, и вот местная пресса тоже его сейчас подхватила, что политика Америки, она не будет пророссийской, там как говорили, или проевропейской, она будет, если можно так выразиться, проамериканской. По крайней мере, она не будет сфокусирована наружу, когда сфера интереса это весь мир, а будет как раз сфокусирована на внутренних проблемах Америки. И это не плохо и не хорошо, это вот просто новая реальность. Новая реальность, с которой теперь придется и сверяться, и свыкаться и остальному миру, и самой Украине. В принципе, об этом я говорил в моем сюжете, со многими поговорил, посмотрите. Такое чувство, что в Вашингтоне время сейчас идет по-другому, быстрее, намного быстрее. Дональд Трамп всего четыре недели как возглавил страну, но событий, конфликтов и скандалов столько, сколько у других президентов и за полгода правления не набиралось. Не утихающие массовые протесты, громкая отставка ключевого человека в команде Майкла Флина, никогда в истории советник по нацбезопасности так быстро не терял должность. Интриги и прямые угрозы конгрессменов и даже кампания за импичмент. Станет ли Дональд Трамп осторожнее? Изменит ли риторику? Оснований поменять стратегию хватает. Такого в этих коридорах власти давно не видели. Вот в палату представителей конгресса общественники свозят огромные пачки бумаги, исписанные с двух сторон. У нас тут для вас петиции. 850 тысяч подписей, которые по всей стране собирали, с требованием Конгрессу начать расследование с целью импичмента. Президента Трампа обвиняют в конфликте интересов и нарушении Конституции. Конгрессмены-демократы принимают эти бумаги перед камерами и с нескрываемым удовольствием. Хотя для импичмента у них ни голосов, ни сил, понятное дело, не хватает. Но их достаточно для другого. И это уже не спектакль. Скорее, пролог к действию. Три авторитетных конгрессмена выходят на пресс-конференцию, чтобы объявить. Они инициируют слушания о возможных связях Трампа и России. Несомненно, или были, или до сих пор существуют теплые отношения президента, его администрации и русских. Это очень-очень сбивает с толку. План прост. Ввязаться в слушания, хотя бы на уровне комитета по международным делам, на них с пристрастием допросить членов команды Трампа, ну а дальше уж видно будет. Возможно, президент действительно пойдет на уступки и начнет осторожничать. Один из авторов списка Магнитского, сенатор Кардин, уверен, что это действительно произойдет. Я надеюсь, президент в итоге придет в конгресс и скажет, давайте работать вместе, демократы, республиканцы, поставим национальную безопасность на первое место, разберемся с иммиграционной реформой, сделаем нашу нацию сильнее, продвигая американские ценности. И Белый дом на этой неделе сделал заявление, которое так хотели услышать в конгрессе. Устами пресс-секретаря заявил, что Трамп ждет возвращения Украине Крыма, который позволила захватить прошлая администрация. Затем и сам президент в Твиттере обрушился на предшественника, намекая, мол, это он, а не я был мягок с Россией. Трампу важно было дать ответ на обвинение в том, что его администрация якобы будет пророссийской. А многие конгрессмены говорили об этом открыто. Мне кажется, президент движется не туда. Надеюсь, он поймет это и сфокусируется на реальных источниках проблем, на реальных вызовах, а не будет пытаться все разрушить так же, как сейчас. Что сенаторы имеют в виду, образно говоря, о реальных вызовах, понять несложно. В том, что политики не скажут своим СМИ, они признаются европейским. Корреспондент немецкой Zeit прямо передает суть таких откровений. Мол, услышал мнение, Трамп обладает способностью моментально отказываться от того, что приносит убыток. И сегодня это Флинн, а завтра его место может занять Россия. Случится ли так? Пока вопрос. И стоит ли придавать уж слишком большое значение громким словам, произносимым в Вашингтоне? Ведь в команде Трампа до сих пор нет четкой линии. Многое не согласовано. Судить скорее нужно по тому, насколько осторожны члены новой американской команды на переговорах. И как расставляют акценты, говоря о приоритетах. А они пока сфокусированы на внутренних проблемах. И Мюнхен был красноречивым тому подтверждением. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Еще один красноречивый момент по итогам встреч в Мюнхене с представителями новоамериканской администрации. Больше не было заявлений, как при Байдене, что Америка будет и дальше способствовать получению Украиной западной финансовой помощи. А ведь вопрос этот очень важен для нашей страны. Очередной транш МВФ до сих пор не пришел в Украину. И когда конкретно этот миллиард долларов поступит, да еще и на каких условиях, что тоже важно, не ясно. А ведь обещали уже в этом феврале. Зато вот что уже ясно. Блокада на Донбассе ударит не только по украинской энергетике, но еще и по меутургии. Президент Порошенко говорил о возможных потерях до 2 миллиардов валютной выручки. Как без этих денег удерживать стабильность гривни? Логично задать этот вопрос представителям Нацбанка, что мы, собственно, прямо сейчас и сделаем. Дмитрий Сологуб, заместитель главы Нацбанка Украины, сейчас с нами на связи. Приветствую вас, Дмитрий. Скажите, из-за блокады Украина может потерять до 2 миллиардов долларов металлургии. Как такие валютные потери могут отразиться на курсе гривни? Она может из-за этого упасть? В принципе, 2 миллиарда, наверное, это, скажем, такая наиболее пессимистичная оценка. Но она тоже имеет право на жизнь, потому что не нужно забывать, что та же металлургия – это одна из основных составляющих нашего экспорта. То есть в прошлом году это было около 40% экспорта. Соответственно, любые изменения на этом рынке, они достаточно значительно влияют на экономику. Что касается обменного курса, валютного рынка, можно сказать, что ситуация стабилизировалась в последнее время. Даже первый квартал, когда у нас обычно сезон нападения экспорта, мы проходим достаточно неплохо. Но резкие изменения объема валютной выручки, они могут сказаться. Я думаю, что можно вспомнить как раз разгар боевых действий августа-сентября 2014 года и февраля 2015, когда как раз любые такие серьезные изменения, когда страдали производственные активы в металлургии, они действительно плохо сказывались на валютном рынке. Но с другой стороны, опять же, ситуация с того времени улучшилась, и у Национального банка, в принципе, есть все инструменты для того, чтобы какие-то кратковременные всплески стабилизировать. Ну хорошо, а если блокада продолжится еще на недели или, скажем, месяцы, и вот действительно приведет к полной остановке металлургических предприятий, к тому, что Украине придется тратить еще больше валюты на покупку угля за границей, то вот какой срок должен пройти, прежде чем это отразиться на курсе национальной валюты? Возможно ли это падение уже этой весной? У нас рынок, компании, население достаточно активны, быстро реагируют на какие-то особенно негативные изменения, да, вот, поэтому ситуация может развиваться достаточно быстро, вот, ну, потому что все-таки надо понимать, что если до войны, там, скажем, Донбасс это был 25% нашего экспорта, то, ну, часть активов, которые работают и которые дают валютную выручку, они по-прежнему на той территории остались, и их выручка достаточно значительная. В прошлом году она измеряется, там, сотнями миллионов долларов, да, поэтому, что касается валютного рынка, как бы, ну, просто не хотелось бы даже думать про такой негативный сценарий, потому что это, в принципе, возвращает нас, действительно, там, на два, два с половиной года назад. Ну что ж, соответственно, только надеяться, что негативный сценарий все-таки не будет реализован. Дмитрий Сологубс, замглавы Национального банка, отвечал на мои вопросы, спасибо. Ну, а негативный сценарий для украинских пенсионеров могут прописать в реформе. Работающим пенсионерам могут выдвинуть ультиматум или зарплата, или пенсия. Такую норму пока не утвердили, но рассматривают. Справедливо ли это? В украинском правительстве кивают на европейский опыт. Вот только украинские пенсии, одни из самых низких в Европе, а старики у нас просто вынуждены работать, чтобы выжить на неполные 2000 гривен. Павлина Василенко расскажет нам больше. Они сидят группами в людных местах, на остановках транспорта или у магазинов. Вот типичный стихийный рынок возле киевского метро. Пенсионеры продают свои нехитрые запасы, консервацию, овощи, калину. Я сказала, что я пойду на пенсию, в руки торбу не возьму, а тут двойник не нужно тягать. Подпрацовую, Доню, подпрацовую. Иначе не яд, не выжили. Огород и его кормят. Владимир Васильевич называет себя довоенным и говорит, что видел многое. Но так тяжело, как сейчас, пенсионерам не жилось. Разве думал он, сотрудник завода «Киевприбор», что в 77 лет будет приторговывать вдоль дороги? Бронхит такой, вот морозы были там простые. Я сижу, это все свое. Я в этом огороде, как живу. Людина идет, два рубля нет. Она говорит, нет, нет. Я вижу, что будет. Как они выживают? А чтобы выжить, украинские пенсионеры просто вынуждены работать. Василию Георгиевичу 76, а его радиокружок словно из старых фильмов. Это для бывшего сотрудника конструкторского бюро и призвания, и дополнительный заработок. Все равно по той простой причине, что я перетворился в ничто. Ну как? Ну вот выявите себе, пенсионер вышел, и что? Ну что? Вот есть полторы тысячи пенсии. Пенсии в Украине сейчас одни из самых низких в Европе. У нас средняя пенсия – это порядка 1900 гривен. Примерно столько же в Молдове и Грузии. В остальных странах намного больше. Даже в соседней Белоруссии это 4000 гривен, а в России – 6. А в Польше в среднем пенсионеры получают 13 тысяч. В странах побогаче – суммы солиднее. И там пенсия, действительно заслуженный отдых. Людям хватает на безбедную жизнь и даже путешествия. А если кто и работает, то не ради выживания. Украинские пенсионеры – это армия уборщиц, консьержев, сторожей и нянь. Здравствуйте. Мне пожалуйста чай, и давайте вот две полочки. Вам скажите в стаканчик или в чашечку? Она из работниц фабрики спецодежды переквалифицировалась в буфетчицу. Людмилой работу искала 3 месяца. Сейчас каждый день по 8 часов на ногах. Говорит, хочешь жить – умею вертеться, даже на заслуженном отдыхе. Допустим, рабочий старший мне 48 лет. За свои 48 лет заработал 1300 пенсий на секунду в наше время. И плюс, считайте, вынуждена работать. Пенсионеров берут на работу неохотно. В Украине вакансий для них мало. И почти все низкооплачиваемые. Вакансия охранника в магазин – это 3000 гривен, кладовщица – 3500, повар и слесарь – 5000 гривен. И зачастую бедный кадровик, принимая пенсионера на работу, тоже сам пугается, потому что он стопроцентно не уверен, что он его правильно принял, правильно затабелировал. Потому что у нас, к сожалению, очень много всяких подзаконных актов, которые иногда пересекаются и противоречат друг другу. Но вскоре путаница может стать еще больше. Ведь возможности подзаработать официально могут лишить. На этой неделе в Минсоцполитике заявили – пенсионеров поставят перед выбором. Или пенсия, или работа. Но потом уточнили – это коснется только обеспеченных пенсионеров. У меня мама 1500. Я это понимаю, какой 49 лет стажа. И вот мы для таких людей, которые так долго працювали и платили внески, мы с 2012 года не делали осуществление. И если мы проведем пенсионную реформу, проведем осуществление, то такие, как ваша мама, как моя, они это чувствуют очень-очень суттево. Когда мы говорим о том, что прекращаешь работу, або так, або так, это относится обеспеченных людей. Как будут выясняться эти категории? Чи за уровнем пенсии, чи за посадами? Это будет норма закона. Но только норма эта дискриминационная, считают эксперты. Ведь пенсия – это не пособие по безработице, а гарантированная выплата. И даже если человек обеспеченный, лишить его пенсии при желании работать нельзя. Незалежно от того, працюешь ты, чи не працюешь, пенсийная выплата есть страховая выплата. И, соответственно, если ты сплачевал страховые внески, при настанении страхового випадка, то есть достигнении человек пенсионного века, ты должен получать страховые премии. Все, крапка. Это больше не зависит ни от чего вообще. Еще одно новшество от авторов пенсионной реформы. Платить только тем, у кого полный страховой стаж. А его планируют постепенно увеличить до 35 лет. Сейчас это 15. Но пенсионный фонд ведет учет страховых взносов только с 2000 года. И тот, кому стажа не хватит, может его купить. Что касается 90-х годов, кто не працювал, а потом пошел працювать. Або поехал за кордон. Сейчас ему приближается до пенсийного века. У него есть возможность отшкодировать те внески, которые он тогда не платил. Пожалуйста. И тогда ему будет пановленный стаж. И он будет иметь право на пенсию. Швидше за все, я думаю, что они прийдут к решению о том, что не враховывать пенсийный стаж до 1 сечня 2000 года. Это когда ввелась система, которая смотрит, сколько каждый человек заплатил податки. Но все это пока на уровне концепции. Пенсионную реформу только пишут. Сегодня те, кто отвечает за эти изменения в пенсионной системе, они просто тестуют. Они кидают какую-то идею в гражданство, потом смотрятся на какой эффект. И то, что будет больше вызвать недоверие и негатив, они его отменят. От идеи увеличить пенсионный возраст правительство уже отказалось. Хотя на этом настаивает МВФ. А вот на что согласятся, чтобы получить очередной транш и закрыть огромную финансовую дыру в пенсионном фонде. Главное, чтобы разменной монетой не стали пенсионеры. Мы будуем вроде бы европейскую державу, но я ни разу не чувствовал, чтобы европейские пенсионеры ходили с протянутой рукой. Павлина Василенко, Ольга Поломарюк, Инна Белецкая, Василий Миновщиков и Олег Неведомский. Подробности недели. Телеканал Интер. Какими будут окончательные нормы пенсионной реформы, будет зависеть и от депутатов. Ведь именно им за нее голосовать. Правда, это дело довольно далекого будущего. А вот какие планы у нардепов на ближайшее время. Ведь следующая неделя пленарная. Первый вице-спикер уже прогнозирует, что заседания будут жаркими. И работу избранники могут заблокировать. Чего же ждать от Верховной Рады? Посмотрите. Ее провожали так. В пустом зале и в присутствии аж 18 депутатов. Ее это прошлую пленарную неделю. А уже во вторник украинским народным трудолюбцам нужно открывать следующую. На сайте парламента даже висит расписание заседаний и заданий. Планов хватает. К примеру, в первый же день нардепы должны рассмотреть аж два десятка законопроектов. А всего на повестке недели около сотни документов. Это и вопросы соцзащиты военных и права переселенцев. Изменения в уголовный кодекс и в закон о государственном бюро расследований. В общем, голосовать депутатам есть за что. Было бы желание. А вот с этим могут возникнуть проблемы. Ведь, как показывает практика, повестка дня очень условная вещь. Впрочем, очень условной стала и сама работа депутатов-прогульщиков. К примеру, на прошлой пленарной неделе спикер даже закрыл заседание в среду, так как заседать было некому. За четыре дня слуги народа смогли принять всего пару законопроектов. Зато успели подраться. А вот на следующей неделе одной из топовых тем точно будет энергетическая блокада. Вот только продолжится она в сессионном зале или ограничится только кулуарными спорами? Захотят ли депутаты брать на себя политическую ответственность? Большой вопрос. Первый вице-спикер Ирина Герасченко уже прогнозирует, что полупарализованную работу парламента могут окончательно парализовать и заблокировать трибуну, чтобы решить вопрос по Донбассу. Герасченко обещает первым вопросом уже во вторник законопроект о передаче земли в Киеве под мемориал Небесной Сотни и советует не срывать заседание в этот день. Еще одна тема, которая может стать очень яркой, законопроект о статусе оккупированных территорий. О его разработке рассказал нардеп Мустафа Наем. Он вместе с экспертами и группой депутатов от самопомощи и Батькивщины предлагает определить на законодательном уровне статус и оккупированной части Донбасса и Крыма. Запредить на этих территориях проведение выборов и урегулировать торговые отношения. Продолжится битва из-за отмену моратория на куплю-продажу земли. Группа нардепов из нескольких фракций оспаривает мораторий в Конституционном суде. При этом МВФ не снимает свое требование решиться на легализацию рынка земли уже этой весной. Ну и наверняка в Верховной Раде будут обсуждать саму блокаду на Донбассе и то, что происходило сегодня в Киеве. Последняя информация. Количество пострадавших, напомню, 10 человек. По крайней мере, несколько из них полицейские. Задержан лидер ОУН Николай Каханицкий и еще не менее четырех других протестующих. Будем и мы следить за событиями. Новости появятся, скорее всего, уже ближе к утру. На этом на сегодня все. Это были подробности недели с Алексеем Лихманом. Спасибо вам за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова